Аркам ТВ представляет «АЛЛАХ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ТЫ СТАЛ ЛУЧШЕ» ТАФСИР СУРЫ АЛЬ МУЛЬК «АЛЛАХ ХОЧЕТ ИСПЫТАТЬ ВАС» «ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КТО ИЗ ВАС ЛУЧШЕ ПО ДЕЯНИЯМ». В некоторых переводах встречается «КТО ИЗ ВАС ЛУЧШЕЙ». Но мне не нравится этот вариант. Слово «АЛЬ АХСАН» – это превосходная степень, как в аяте «БИЛ АХСАРИНА ААМАЛА». Но если нет артикля «АЛЬ», значит, это не превосходная степень, а сравнительная. То есть, кто из вас лучше по деяниям? Есть разница между словами «лучший» и «лучший», не так ли? Только один человек может быть лучшим. Не бывает двух самых лучших людей. Самый лучший – это значит номер один. Но что касается слова «лучше», то многие люди могут быть лучше других. Ты можешь никогда не стать лучшим, но ты точно можешь стать лучше. В моей жизни никогда не наступит день, когда я скажу, «Наконец-то я стал самым лучшим». Но я могу сказать, «Аль-Хамдулиллях», я становлюсь лучше. На самом деле, это милость Аллаха, что Он не ждет от нас идеала, Он ждет от нас улучшения, ведь Он сказал «Ахсан», а не «Аль-Ахсан». Кстати, некоторые люди совершенствуются медленно, а другие – быстро. Некоторые люди делают большие шаги и готовы пожертвовать всем на пути Аллаха, а другие готовы отдать лишь один процент. Но это уже лучше, чем ничего. Каждому из них Аллах обещал наилучшее. Каждый человек развивается по-своему. На самом деле, прекрасно, что Аллах создал такой подход, чтобы посмотреть, кто из вас предпримет шаги, чтобы стать лучше. Так что это вовсе не пессимистичный взгляд. В этом заключается красота этого аята. Это не пессимистическая точка зрения в духе «Смерть приближается, а я не самый лучший. Все, я сдаюсь». Эта тема очень близка мне из-за моего происхождения. Меня она задевает особенно сильно, так как я пакистанец. То же самое могут сказать индийцы, бангладешцы, да и вообще все жители Восточной Азии. Знаете почему? Потому что это заложено в нашей системе образования. Если ты не самый лучший в своем классе, то почему ты вообще еще жив? Даже не показывайся мне на глаза. Зачем мы вообще отправили тебя учиться? Ты что, стал вторым? Что? Вторым? Подавляющее большинство детей, которые проходят эту систему образования, думают, что они будут иметь хоть какую-то ценность, только если они станут самыми лучшими. И, кстати, дети, которые все же стали самыми лучшими, страдают крайней формой высокомерия. Этот парень был самым лучшим в своем классе и теперь будет всю жизнь этим гордиться. Остальные же страдают клинической депрессией. Эта депрессия не относится только к образованию. Позже она повлияет на то, какими они станут родителями и супругами и какие у них будут взгляды на духовную жизнь. Они будут думать, «Разве я не самый лучший верующий? Зачем тогда мне все это?» и полностью оставят все молитвы и остальные ритуалы. И они будут приводить удивительное объяснение. Например, «Я не идеален, я не могу все это выполнять». Они на самом деле будут это так объяснять. Однако, это нездоровое мышление разбивается всего об одно слово – «Ахсану». Аллах не просил тебя быть идеальным. Он не обязал тебя этим. Субханаллах! Айукум ахсану! Послушайте. «Знающий» – не тот, кто отличает добро от зла, «блильфакиф, ман я'ламу ал-хайр, минал-хайр, а тот, кто отличает хорошее от лучшего и плохое от худшего. Другими словами, в жизни вам придется постоянно делать выбор. Ваше время ограничено, смерть приближается. Мы можем сделать так много хорошего в нашей жизни. Мы с вами должны расставить приоритеты и решить, какие благие дела принесут максимум пользы мне и людям, которые меня окружают, чтобы я мог предстать с этими делами перед Всевышним Аллахом, ведь мое время ограничено. Я приведу вам аналогию. Аналогии помогают нам лучше понять сказанное. У вас осталось 20 минут, и вам нужно ответить на 30 вопросов. Некоторые вопросы оцениваются в 3 балла, некоторые в 15, некоторые в 25 и так далее. На какие из них вы должны отвечать в первую очередь? Наверное, первыми должны быть те, которые оцениваются высшими баллами, пока у вас не закончилось время. Таким образом, даже если время выйдет, вы точно выжмете из него максимум пользы. Слова «кто же из вас лучше по деяниям» подразумевают, что вам постоянно приходится расставлять приоритеты в своих делах. Какие вопросы я должен решить прямо сейчас? Что мне лучше сделать? Это то, что касается положительных вещей, но и негативные моменты тоже туда входят. Также означает, что мы должны избавиться от мерзостей в наших делах. Есть моменты, которые я должен исправить в себе. Никто не идеален. У всех нас есть недостатки, но от некоторых из них мы должны избавиться в обязательном порядке. Это может занять некоторое время. Будет хорошо, если вы избавитесь от этих недостатков, но они не критичны. Например, человек не молится, и вдобавок к этому он не читает Коран каждый день. Он упускает две вещи. Ну, а какой из них ему следует позаботиться в первую очередь? Это отбрасывает основные проблемы от вашей будущей жизни. Почему бы вам не избавиться в первую очередь от этой проблемы, а уже потом заняться второй? Ведь ваше время ограничено. Поэтому необходимо понимать ценность добра и зла, осознавать, от каких крупных недостатков я должен избавиться, над какими серьезными недостатками я должен работать, и какими из благих дел я должен заняться прямо сейчас, и отличать это все от того, что может подождать. В конце концов, в мирской жизни у нас с вами есть список дел, которые мы хотим выполнить за день, и никогда не делаем этого. Я хочу сделать это, это и это, но мы никогда не выполняем все эти дела. Знаете, как чаще всего происходит? Есть люди, которые не умеют планировать свое время, и берутся за любое дело, которое приходит им в голову. И в конце дня они сокрушаются о том, что что-то забыли, что-то не успели, где-то опоздали и так далее. А есть люди, которые смотрят на этот список и думают, «Хорошо, что я сегодня должен сделать? Если я этого не сделаю, у меня будут проблемы». Они отмечают самые важные дела, выполняют их в первую очередь и переходят к другим делам, если остается время. Это разумное планирование времени, и это заключается в словах. В этой небольшой фразе и скрыта вся философия тайм-менеджмента в Коране. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами.